шалом предыдущей программе мы говорили не столько о божественности и шо сколько о трудностях которые связаны с этой темой для нас мессианских евреев и о всяких отговорках которые мы придумываем для того чтобы избежать серьезного ее обсуждения но сегодня давайте все-таки перейдем к сути дела нам предстоит разобраться как минимум в двух вещах во первых откуда мы знаем что и шо божественен и во вторых какое значение его божественность имеет для нас начнем с первого вопроса обычно все на все вопросы типа откуда вы это знаете мы отвечаем стандартно из библии можно отдельно обсуждать вот такой ответ но эта тема для другой какой-нибудь программы или для другой серии программ а пока давайте посмотрим все таки в библию что именно мы из нее можем узнать о божественности и шо конечно проще всего открыть евангелие ты анна там все прописано черным по белому вначале было слово и слово было у бога и слово было бог первая же строчка первый стих первой главы а потом написано в той же главе слова стала плотью обитала с нами полная благодать и истины казалось бы вот чего еще нужно и шо это воплощение слова божественного логоса то есть бог слова он говорит слово было бог бог слова ставший человек с этого и она начинает свои евангелие и об этом он фактически говорит на всем его протяжении и шо которого мы встречаем у него у и она говорит о себе прямым текстом вот такие вещи прежде нежели был аврам я есть эго ими там по-гречески стоит прямой прямая аллюзия на то что господь бог говорит моисея что я есть мое имя не совсем точно перевод с еврита но другая тема и шо говорит опять-таки у того же и она о себе я есть от начала сущий как отец имеет жизнь в самом себе так и сыну дал иметь жизнь в самом себе веруйте в бога говорите шо своим ученикам и в меня веруйте и вот так дальше до самого конца евангелия где фома увидев воскрешивая уже и шо говорит ему господь мой и бог мой и что самое важное шо будучи евреем не отдергивает его в этот момент что он должен был сделать если вы при нем какого-то человека назвали бы богом он молчаливо принимает такое обращение к себе тем самым подтверждая свою божественность и когда и она называет его сыном божьим он имеет в виду не только то что было к нему одно что особое отношение как помазнику потомку царя давида а что он вечный сын отца он называет его единородный сын сущий в недре отчим то есть хотя ешо обязан своим существованием богу отцу при этом он рожден отцом они сотворен им и рождение имеет ввиду иоанн предвечное а не произошедшие в какой-то конкретный момент времени от марии почему спрашивается еврейский апостол иоанн имя которого на самом деле было йоханан говорит о мессии шоу в столь не еврейских выражениях ну потому что он как всякий автор пишет свое евангелие определенной аудитории с определенной целью его евангелие написано в конце первого века нашей эры когда миссионерская работа среди язычников уже шла полным ходом и аудитория его не еврейская он не только хочет чтобы они уверовали в ешо он в конце евангелия своего говорит об этом прямым прямым текстом это написано чтобы вы уверовали это не единственная его цель вместе еще и другая цель он пытается оградить этих людей которым он пишет этих не евреев от влияния гностических учений разных которые мы сейчас обсуждать не будем однако другие евангелисты которые писали свои жизнеописания и шоу раньше представляют нам его немножко иначе прежде всего называя его сыном божьим они имеют ввиду лишь то что он мессия из рода царя давида то есть что к нему относится то обетование которое свое время получил еще царь соломон ему господь сказал я буду ему отцом то есть о нем точнее господь сказал его отцу давиду я буду ему отцом и он будет мне сыном твой сын будет моим сыном говорит господь бог давиду и тут конечно речь идет не о том что а бог рождает себе сына в вечности соломон был совершенно обыкновенный человек мы прекрасно знаем речь здесь идет о том что господь бог просто выделяет этого человека у него к нему особое отношение почему потому что это царь израиля сам народ израиля вторе тоже назван сыном божьим чем даже не просто сыном а первенцем и поэтому будущий помазанник то есть царь которого сам господь бог поставить над своим народом и который будет человеком по сердцу божьему как его предок давид этот помазник тоже будет называться сыном божьим в таком особом смысле ну и соответственно конечно не велико диво что на допросе в синедрионе первосвященник спрашивает еще как он формулирует этот вопрос ты ли мессия сын благословенного он не произносит слова бог он заменяет его по традиции словом благословенный но вот смысл этой фразы мессия сын благословенного это именно такой что ты ли обещанный израилю помазанник из рода давидова наиболее популярным в народе представлением о мессии в то время было скорее всего именно такое то есть потомок давида который будет править израилем и вернет ему былую славу который со времен сломона царя сломона уже никто не видывал царство божье принималось при этом как мессианское царство и ввиду тяжести гнета римской оккупации ожидание наступления мессианской эры были довольно высокими и поэтому еще не было недостатков тех кто хотел объявить его новым царем израиля и использовать для военного переворота и вот в этой обстановке он проповедует учит творит чудеса и не спешит объявлять никому кто он такой люди называют его чаще всего нейтрально просто еще из назарета когда бесы вселившиеся в одержимых ими кричат о том что он сын божий он изгоняет их и при этом запрещает им раскрывать его идентичность и те кто приходит к нему с просьбой о том или ином чуде исцеления тоже иногда называют его мессия сын давидов и он всегда откликается на их просьбы но также запрещает им рекламировать его более того когда самые разные люди такие как иоанн креститель или его собственные апостолы книжники фарисеи задают ему прямой вопрос о том месси он или нет за редчайшими исключениями еще дает ответ крайне уклончивый когда его просит подать то ли иной знак то есть совершить какое-то чудо которое однозначно разрешит все сомнения в его идентичности он отказывается он говорит что сейчас они никакого чуда не добьются от него а вот в будущем получит знак причем всего один из разряда тех знаков какие каким был а иона проведший три ночи и три дня в чреве громадной рыбы а между тем время от времени еще делает вещи настолько необычные что люди видя их задают вопрос кто это пример восьмой главе евангелия от матфея мы читаем о том как он одним словом усмиряет сильнейший шторм и люди говорят кто это что и ветра и море повинуются ему то же самое происходит доме фарисея где известная в городе женщина легкого поведения обливает своими слезами его ноги люди спрашивают кто это что и грехи прощает обоих случаях вопрос об идентичности и шо встает в связи с тем что он явно имеет власть или претендует на власть которая по обычным представлениям того времени принадлежит исключительно богу в одной из таких ситуаций и шо дал это на ответ на этот вопрос на вопрос кто это какой же был ответ он произносит следующие слова сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи то есть он фактически себя называет сыном человеческим то есть кто это кто ты я сын человеческий имеющий власть на земле прощать грехи однако и этот ответ он тоже двусмысленный был очень двусмысленный потому что выражение сын человеческий для обычного уха означало прежде всего просто человек человеческое существо и люди поняли его именно так потому что Евангелие дальше говорит, что народ удивился и прославил Бога, давшего такую власть человеком. А двусмысленность была в том, что Ишуа, называя себя так, сын человеческий был, кстати, его любимым самоназванием, он это себя так назвал не только в тот раз, он очень часто себя так называл, чаще всего он себя называл именно так. Он имел в виду, произнося эти слова не только то, и не столько даже то, что он человек, сколько то, что он одновременно некто больше, чем просто обычный человек. Яснее всего это видно из сцены допроса. Опять-таки, когда в ответ на вопрос первосвященника, ты ли мессия, сын благословенного, Ишуа отвечает, я. И вы узрите, то есть увидите сына человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Сила в данном случае, это он так же, как первосвященник не произносит имя Бога, слово Бог, называя его благословенным, так же Ишуа произносит другое слово, которое аналогично использовалось в то время для обозначения Бога, гвура на иврите. Когда Ишуа назвал себя сыном человеческим, грядущим на облаках небесных и сидящим по правую руку от Бога, всем слышавшим его стало совершенно ясно, что он вкладывал в это словосочетание мессианский смысл и отождествлял себя с той самой фигурой, которую описывает пророк Даниил. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел, как бы сын человеческий, дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Царство сына человеческого последнее из всех, что видел Даниил в своих видениях. И его правление, правление этого сына человеческого, никогда не прекратится, как здесь написано, не придет. Что это означает? Это означает, что сын человеческий не подвластен смерти. И поэтому для учеников Ешуа воскресение его из мертвых было самым сильным удостоверением его личности. Если он воскрес из мертвых, причем не так, как, например, Лазарь, а совершенно иначе, уже в нетленном теле, в теле не подвластном больше смерти, это означает лишь одно. Настало последнее время, время воскресения мертвых, и он тот, за кого и выдавал себя всегда. То есть сын человеческий, подчиняющий себе все, в том числе и смерть. Был ли для современников Ешуа Даниилов сын человеческий, божественной личностью? Возможно, что для некоторых да. Как пишет еврейский ортодоксальный ученый Даниэль Боярин, на облаках небесных в Танахе шествует только сам Бог. Поэтому, если сын человеческий описан шествующим на облаках, то очень сильный намек на то, что он является личностью божественной, а не только человеческой. В любом случае, сам Ешуа до своего воскресения, с одной стороны, не делал прямых заявлений о своей божественности, по крайней мере, то, как мы читаем это у других евангелистов, а с другой задавал, как говорится, наводящие вопросы. Ну вот, например, как вам такой диалог? Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Чей он сын? Говорят ему, Давида. Говорит ему, как же Давид по вдохновению, то есть по вдохновению от Святого Духа, называет его Господом, когда говорит, дальше он цитирует Псалом, сказал Господь Господу моему, садись одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих. Конец цитаты Псалма. Дальше Ишуа продолжает. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова. И с того дня никто уже не смел спрашивать его. Собрав вот эти все кусочки мозаики вместе, мы получаем довольно интересную картину. Еще до своей смерти, Ишуа время от времени делал вещи, которые были исключительной прерогативой Бога. Он считал себя мессией, он намекал на то, что он больше, чем просто человек. Ну а что было после его смерти и воскресения? Сказал ли он что-то о самом себе такое, чего до сих пор не говорил? Этого мы не знаем. Однако, мы знаем, что он сделал нечто принципиально новое. Он излил Святого Духа на своих учеников. Это было для них очередным подтверждением наступления мессианской эры, то есть последних дней. И в день излияния Духа апостол Петр объясняет только что свершившееся вот это излияние, цитируя книгу пророка Иоиля. Это есть предреченное пророком Иоилем и будет в последние дни, говорит Бог, и залью от Духа моего на всякую плоть. Далее Петр проповедует о воскресении Ишуа из псалмов. Он свидетельствует о том, что видел сам лично воскресшего Ишуа вместе с другими апостолами. И говорит о нем следующее. Он, то есть Ишуа, быв вознесен десницей Божьей и приняв от Отца обетование Святого Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите. Итак, вдумайтесь, Бог обещал излить Святого Духа. Еще раз, кто обещал излить Святого Духа? Бог. Читаем пророчество Иоиля. Там написано, что это обещает сделать Господь Бог. Второй момент, кто по словам Петра реально вот здесь и сейчас излил Святого Духа, Петр говорит, что это сделал воскресший Ишуа. Сопоставляем первое и второе и делаем вывод вполне однозначный. Излияние Духа это еще одно дело, которое Ишуа сделал и которое является согласно Танаха исключительной прерогативой самого Бога. Итак, украшение стихий, прощение грехов, излияние Духа. Мы видим, что список растет. Не пора ли поставить вопрос ребром? Немноговато ли уже накапливается таких дел, которые делает этот самый Ишуа, дел, которые являются прерогативой исключительно Бога? Мы не знаем точно, как именно шла ранее община к осознанию божественности Ишуа. Однако, в послании к общине города Колосса, написанном через несколько десятков лет после воскресения, Шауль пишет о Ишуа, что в нем обитает вся полнота божества телесной. И греческий термин божество у него означает здесь не просто божественные качества, то есть, к примеру, власть, а божественную природу, сущность. Другими словами, Шауль считает Ишуа совершенно божественной личностью и вполне сходится в этом с Иоанном. Ну и, конечно же, в Откровении мы находим, что воскресший Ишуа, являясь в видении автору, называет себя первый и последний. Знающий, Танах не могут не вспомнить в этой связи Исаию, через которую сам Бог говорит о себе. Я первый и последний. Итак, в то время, как Танах изобилует намеками на множественность внутри Бога, сегодня мы в это не углублялись, но это факт известный. Новый Завет изобилует как прозрачными намеками на божественность Ишуа, так и текстами, прямо заявляющими о ней. Так что свидетельств в ее пользу более чем достаточно. Есть было бы, как говорится, желание воспринять их всерьез. А в следующей программе мы поговорим о том, почему они так важны, то есть в чем значение божественности Ишуа для нас. Спасибо. Шалом. Мессианский центр «Возвращенные на Сион» из Израиля ставит перед собой цель рассказать Израилю о мессианстве Ишуа, а также передать свежее послание из Сиона. Присоединяйтесь к нам и следите за нашими обновлениями на сайте www.oasis.media.tv